У нас порой возникают вопросы, когда мы смотрим на жизнь, на то, что происходит в этом мире, на свою судьбу, и у нас точно так же возникают вопросы, а зачем всё это? Ну для чего? Глобальный вопрос – какой смысл жизни? Я как-то, помню, размышлял, думаю, смысл жизни, но смысл, да, само слово смысл – это значит мысль, наше мышление, но мышление – лишь часть жизни. Никогда мы в жизни не можем найти смысла, потому что смысл – это лишь маленькая составная жизни, и через маленькое, через меньшее ты никогда не сможешь понять чего-то большее. Мы очень прагматичны, у нас всё так вот, есть точка А и есть точка Б, и человек должен из точки А прийти в точку Б. Это цель, вот туда нужно двигаться, нужно преодолевать сложности и препятствия на этом пути. И мы почему-то так рассматриваем жизнь, и мы всё хотим выяснить, а где же эта точка Б? И идти-то нам куда? Смысл-то для чего? Цель-то моей жизни? Я куда должен прийти? И вы знаете, для меня вот эта мурмурация – это прекрасная иллюстрация ответа на все эти вопросы. Потому что вот это облако птиц – это как танец, который они танцуют. Танец. Это вот танцы, дорогие. Вот какая цель танца? Вот человек танцует. Какая цель танца? Цель танца – как можно быстрее сделать все движения? Или вот ты танцуешь, и ты должен в конце вот так вот встать, да? И каждый человек думает, моя цель танца, когда я быстрее там протанцую, и вот так вот встану – всё, цель достигнута. Да нет, конечно же. Иначе бы… Зачем себе эти движения? Встал так с самого начала, и всё, танец закончился. Это смысл танца в самом танце. Смысл музыки в самой музыке. Я помню, когда мы в 80-е годы, мы увлекались там, когда был тяжелый рок, и гитаристы, и мы всё увлекались. Какой гитарист самый быстрый? Чтобы самый быстрый соло играл? Такое чувство, чем быстрее человек может сыграть, тем он круче. Но ведь смысл музыки не в том, чтобы сыграть как можно быстрее. И не в том, чтобы дойти до последней ноты. Смысл музыки в самой музыке. Вот, ты приходишь, и всё. Ведь наша цель не быстрее, когда там два часа пройдёт, и мы уйдём с этого, с филармонии, с этого музыкального произведения. Нет же! Мы находимся там, и вот само звучание, сами ноты – это и есть смысл. И вот, дорогие, точно так же в нашей жизни наш часто плоский ум, он пытается всё сделать очень практичным и прагматичным. Так зачем? Для чего? Куда? А ведь Бог сделал не просто всё практичным, Бог сделал всё красивым. Ведь смотрите, ведь он же мог сделать так, что появляется растение, ты его поливаешь, и из растения вырастает плод. Но Бог сделал, что сначала появляются цветы, а потом уже из цветов появляются плоды. Да? Какой смысл в цветах? Какой практический смысл? Ведь Бог же мог сделать сразу, что из ветки плод. Красиво. Бог не просто заботится, чтобы всё было практично, прагматично и продумано. Красиво. Смысл жизни, в самой жизни, когда мы живём, когда мы наслаждаемся. И при этом важно понимать, что всё это очень быстро изменится. И порой очень радикально. Смысл жизни, когда мы живём, 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 когда